Это открытое письмо моему другу Александру Цивилю о Чарли Чаплине. Очень важно, потому что мы друзья, он у меня в школе хомофутурус, человек будущего, мы там обмениваемся в личке, он занимается боевыми искусствами, он занимается много чего, я сейчас не буду раскрывать всех секретов. Но он прислал мне вот это, о Чарли Чаплине, которого я тоже безумно люблю, как и вы. И все мы любим Чарли Чаплина, потому что это великий человек. И он прислал мне о том, какую речь сказал великую на свое 70-летие Чарли Чаплин. О том, когда он полюбил себя, он почувствовал себя на своем месте, что он всегда находится в любой точке, в свое время, на своем месте. Что он отрешился от тех неправильностей, которые раньше пытался каким-то образом на себя накручивать. А теперь он понял, что надо быть самим собой и так далее, и так далее, и так далее, когда он полюбил себя. Это прекрасная речь, за исключением того, что там не хватает одной фразы, которую я вам доскажу. Я всегда говорю, счастье – это быть собой. И он так говорит, Чарли Чаплин. Да, я всегда говорю, самое главное – научиться понимать себя. И он так говорит. И он говорит о том, что когда ты найдешь свое место в жизни, ты становишься свободным. И я так все время говорю. Все умные люди говорят одно и то же. Но ему не хватает нам одного. Дело в том, что он был счастлив потому, что он попал в тренд своего времени. Когда немое кино было, развивалось, он попал, он очень гениальный человек, гениальный актер. Он сильно провзаимодействовал быть собой. Чаплину – совпадение с трендом востребованности. Вот сегодня бы Чарли Чаплин был бы таким великим? Нет. Потому что сегодня тренды другие, вызовы другие. Попадешь, не попадешь – неизвестно. Но тут главное. Вот Познер, например, он попал в тренд. Потому что его внутренние потребности совпадают с его деятельностью. Вот я говорил уже о том, что он, например, играет в теннис. А это полезно – играть в теннис. Ему это нравится – играть в теннис. У него потребность такая. А мне вот не нравится в теннис играть. У меня нет совпадения. То есть, когда внешне совпадает с внутренними, то, что полезно, и то, что востребуется внутри. Вот эти совпадения и дают точку счастья для человека. Его долгожительство дают. Самое главное нам сейчас, ну хотя бы первую часть освоить. В 70 лет, сказал Чарли Чаплин об этом. А мы сейчас в школе обучаем людей. Молодых даже, чтобы они сами понимали это еще в этом молодом возрасте. Что это очень важно. Быть собой. Быть собой. Найти свое место в жизни. Найти свои таланты. А таланты мы там с помощью упражнений сканирования и прочее. Каждый человек может открывать свои способности, свое предназначение и так далее. Поэтому, дорогой мой друг Александр Цивиль, дорогой мой Чарли Чаплин, как здорово, что мы понимаем вещи одинаково. Да, обнимаю тебя. До встречи.